Девушки отдыхают Мы почти все отходили. Я вам обещал на березу. Сходили, полазили. Вот тут началось сразу нарушение. Перед самыми березами я сказал. Вот те березы, о которых я говорю. Вот три они, лазим только на одну. Нас мало, мы тут поместим. Выйдет. Зачем ты ушел на другую березу? Сказали, что вот три березы, а это я не услышала. Да тут и удивительно. Вы остальные слышали, я спрашивал. Все слышали, кроме тебя. Понимаешь, у тебя обрывочные какие-то сведения. Я не слышал. А ты тебя разве оправдывает? Все слышали, а ты не слышал. Ну надо же, ты не слышал. Ну ты видел, все мы до одного здесь, там никого нету. Куда ты пошел? Ну ты это видел, что там никого нету? Да. Зачем пошел? Я постоянно говорю, дальше десяти метров не отходите друг от друга. Я за вас отвечаю. Повел в такое место. Мне ли там шариться с вами-то? Но никто эти березы не знает. Чтобы сучки были низкие, сухих не было. И близко друг к другу сучки, но идеальные для лазания. Но нынче я не разрешил дальше залазить. Ваня, берись за руку. Сейчас закончу, Тарасий. Покажи, что за руки у тебя. Ну-ка, пройди впереди. Пожалуйста. Дальше такие были сейчас. Ну ты знал, что сейчас готовимся обедать? Да. Все. Руки не мыть, с такими руками сядешь обедать. Потому что ты привык, когда обедает, а другие ходят. Тебе нравится? Пожалуйста. Я так к слову сказать хочу, заразы никакой нет в этом. Он просто должен понять. Ну хлеб чтоб не ел. Руками будешь трогать, только лошадь. Не что, хлебушек возьмешь и съешь. Не надо. Шахтеры хуже там нельзя. Так, зачем ты ушел туда? Ну за лезь на дерево. Ну никто не полез, все до одного лезли здесь. Здесь на березу. Это красный свет я поставил. Туда нельзя. Ты на красный свет. Зачем? А мне надо. Зачем тебе надо было? Обузнать дерево. Ну вот дальше, когда мы выходили, я сказал тоже какое правило. Ты его сразу нарушил. Я остановил его, иди домой. Там тебя брать не надо. От тебя только неприятности одни. Я вижу ему до того неприятного. Он ладно, махнул рукой. Но я знал, я ему разрешил. Через нарушения пройти с нами. Дальше начались нарушения. Но я был прав тебя вернуть сразу-то. Не было бы этого мне переживания за тебя. Один никому не сказал, пошел на какую березу. Там благословения нет тебе. Ты расшиб бы голову. Голову, голову расшиб. Ты понимаешь, нет? Да. Подвинься вот туда. Иди сюда. Что ты сидел там, когда под железную дорогу в трубы бегали? Все вернулись нормально. Этого в крючок согнуло и плакал сидел. Плакал. Что случилось? Прося смотрела вниз и бежала. Ну а куда она должна смотреть-то? Правильно делать что-то. Труба не такая высокая. Прося смотрела вниз и бежала. Летать она не умеет. Поэтому она все сделала правильно. Не надо, тебя не спрашивают. Или еще дальше бежала вниз. Тихо. Шел куда? Туда добежала и обратно по этой же трубе. Да. Как это нарушение? Бежать по одной трубе, а по другой. А треща, кто вам разрешал бегать? По одной трубе бегать. Они туда-другие сюда. Труба узкая. Это ясное дело, что вы будете разбивать друг друга. Зачем ты нарушил это правило? Да это и так понятно. Если где-то есть круговой объезд, машины идут по одной стороне. Но вместо пальца эту грызешь. Все равно ты будешь это грызть. Тебе надо намазать и перцем эту палочку. Ты понимаешь или нет? Машины идут в круговую. Но чтобы вот так машины шли по той же дороге, одностороннее движение. Так не бывает. Однорядовая. Виноват ты что на тебя? Стокнула? Да. Как она? Головой ударила? Да. И она не заплакала, а ты заплакал. Ну хватит, моя голова не такая крепкая уже. А ты когда там обед был, а он в это падал, полз, по-пластунски как в кино переворачивался. Ну прям настоящий воин-то. Меня в интернете спрашивают, вы там говорите, а там в траве кто-то ползет. Они не знают, Андрей ползет. А оказалось, что ты слабее Фрося. Фрося, а интересно на тебя попадают как. Когда был этот у нас Тимур, Андрей, ты его угостил этой тарзанкой полную. Два раза. И он так же сидел плакал. Да что ты знаешь, Фрося не простая. Она умнее вас всех. Она тебя шабаркнула и ты плакал. Смотрелся, сидит. Ну прям никуда не годится. Девчонка стукнула. Да ты в виду не подал бы, улыбнулся и сказала, я даже не почувствовал. У меня конзё. У тебя его нету конзё. И расплакался. И вот тетя Галя гладит. А он еще больше утешается слезами. Не похоже на тебя. Тебе имя дано храброе. Становись. Ты сам наказан уже. Я так и не понял, зачем ты нарушения берешь эти на себя. Глазами видно. Там никого наших нету. Но если бы на том дереве были бы чужой детский лагерь, ты все равно пошел бы? Нет. Не пошел. Но там демоны были. Демоны были. Мы то место не благословили, не помолились. И ты пошел. Как ты их не испугался-то? Как они тебя не сбросили вниз головой-то? Уходит, наша молитва туда распространилась еще. Сколько у тебя нарушений-то всего? Почему много болтаешь? Становись. Вы взрослые уже, некоторые. Должны это все понимать. Вам это возвращается. Андрей обижал других. Пожалуйста, получи. Этот не слушался. Здесь получает свое. К нам возвращается наша. Есть такая пословица. Она в Библии написана. Что человек сеет, то и пожнет. Сеющий ветер пожнет бурю. Пожалуйста. У тебя в просяголова не болит? Уже нет. Она тебя в кабаку даже не заметила. Воет. Она как в единоборстве. Поднула тебя и тебя нет уже. А самурай? Да какой ты самурай после этого? Сними эту. Не позорь японцев. Так. Взрослые сходили. Вы довольны? Находились? Находились? Находились. Находились. Вот сюда встаньте. Рядом. Ну и вот теперь посмотрите. А теперь посмотрите на этих героев. Они по одной не набрали? По одной-две? Нет. Я хотел про Нестора сказать. А что? Ну ничего. Я ему подбавлял маленько ягодок. Всем подбавлял. Ну и все сделаем. Это не надо было показать. Потому что мы устроили показать. Это тогда все пропало у тебя. Так. Игнатих Ильич. Вот посмотрите. Все. Игнатих Ильич, я одну собрал, но вам я не высыпал ее. Я в другое ведерочко высыпал. А я говорил в мое. Нарушено. Не набрал. Это не считается. Потому что положил не туда, не тот банк. Я не считала. Я не считала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну восемь человек считать. И ты же сколько набрал? Двое блюдо набрал. Ну не было ее. Пока ко мне не принес ее. Ведро собирал? Я ведро собирала. Ну не знаю. Я не считала. Теперь. Я вот ничего вам сказал. Что человек посеет, то и пожнет. Когда воскресенье с молоком будет, я не знаю, без молока то стоит ли давать ее на стол? Я не знаю. Нет. Ну вот этим можно дать по ложке. У нас таких ядок нету, я не знаю. По ложке. Ложку большую взять, по ложке дать им. Этим дать по две. А этим дать пол ложки, если они набрали. Вот и все. Становитесь. Ваня понял? А я в гостиности бедро собирал не в кружку. Я видел сколько в бедре. Там пол кружки было. Я там много было. Я половину съел по дороге. Там пол кружки было. Я посмотрел. Он говорит, съел половину по дороге. По дороге половину съел. Я разрешил не в бедре есть, а в кружке. И еще раз нарушил. В кружке, я сказал. Ты не слышишь. В кружке. Что у кого осталось, не высыпайте, а дорогой ешьте. Я постоянно говорил, наедайтесь до сыта. Клубника не повредить никак. Это не малина. Малину мы идем собирать. Первое. Не больше 10 ягодок. Второй раз пошли 15. Дальше 20. Ну а потом вы по 100 ягодок можете есть. А у нас уже спеют на огородчике. Ну я думаю. Мы видели сегодня у ящиков сколько. Так. Перед вами у меня долго никакого нет. На березу слазили. По длине ходили. Накричали с досыта? Да. Голова болит. Голова болит. Голова болит, нет? Кричали как могли. Вы видели как? Это для них был праздник. Значит в лагере не кричать и быть спокойное. Что ты хотел? Я не кричала там, в туннелях. А почему? Просто меня оглушало, и я не мог кричать. Ну а как это мешало? Пусть они кричат, а ты там бы кричал. Как на стадионе, там все кричат в туннелях, и все кричат. Так, у меня к вам вопросов никаких нет. Больше у нас нарушений не было. Маленько отставали, подгоняли, фотографировали. Считаю, что мы сходили благополучно, успешно. Насладились этим, и в памяти у нас это останется. Платочки и за стол. О, все, давайте. Ой, только молиться надо же с рукава. А, нет, в рукавах садиться. А, в рукавах садиться? Нет, конечно. Какой красавец. Молиться в рукавах, садиться в рукавах. А можно гулять без рукавов. Да. Да. И каждый раз, да еще подговори, которую поднесут. Никита, надо будет выносить сейчас. Выносить надо. Подожди, подожди. Подожди, Гланг ползет уже до того. Господи, подожди, что хозяин тебе потом даст просить на сутки. Господи, 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 Божьи, помилуй нас. Аминь. Слава Божьей, досыка. Смотри, упал. Aqui, надо подожди. А, тихо, нафиг. А, вольте. Оставай. А что выносить не надо? Не надо. А зачем ты залез? Вылезь оттуда. Никто тебя не ставил. Даже здесь никуда. Никто тебя не ставил туда. Только я имею право поставить. Ну-ка давайте где-то тарасик у меня. Дам вам ложку. Я сегодня принес 4 огурца больших. С нашего огородчика уже. С нашего? Да. Ну это здорово. Аня. Мне компоту дайте сразу, чтобы сухари мощить. Ум. Сейчас. Низу нет ничего. Помпоту. Ум. Большое. Ум. Ответ. Ум. Ум. Ответ. Ум.